День памяти и скорби. Сегодня в регионе, как и по всей стране, вспоминают печальные события 1919 года. Тогда, сто лет назад, 24 января, начался процесс расказачивания. Жертвами казачьих репрессий стали миллионы людей. Не щадили никого, ни стариков, ни детей. Сегодня в Волгограде в храме Иоанна Притечи в память о них отслужили панихиду, после которой представители казачества и духовенства, руководители казачьих, кадетских корпусов и простые волгоградцы совершили крестный ход до строящегося храма Александра Невского. Репортаж Виктории Конышевой. Игорь Шустав – потомственный донской казак. Для его семьи, как и для тысяч других, сегодня важный день. Кровавые репрессии не обошли стороной прадеда Агафона Чернышкова. В 20-е годы он был сослан в Сибирь за то, что называл себя казаком. Страдали за свои традиции, за нашу веру православную, так как сложное было время. Передавали из поколения в поколение, но втихую. Вот, допустим, мою бабушку, ее крестили очень тихо, то есть подпольно, очень, ну, все серьезно, без священников, все сами, сами крестились, сами молились. Свобода мысли, независимость и стремление к сохранению культурных и исторических ценностей шли вразрез с политическими реалиями того времени. За несколько лет геноцида из 6 миллионов казаков в стране было уничтожено больше половины. Полтора миллиона человек, которые подверглись репрессиям, это казаки донского края. Дон онемел от ужаса. Что творилось? Выселяли казаков с их насиженных мест, у них отбивали все то, что было свойственно казакам. Убивали не только казаков-воинов, убивали и казачек, стариков. Сегодня казачество в России активно возрождается. В регионах появляется все больше казачьих общин, юртов. В Волгоградской области войско насчитывает около 10 тысяч казаков. Однако по духу, образу мыслей и делам таких людей гораздо больше. Казачество сегодня получает поддержку не только у представителей духовенства, но и у власти. На поддержку казачьих обществ и дружин сохранение культурных традиций в бюджете 2019 года предусмотрено более 100 миллионов рублей. Также для них действует ряд социальных гарантий. В частности, областной думой принят закон, позволяющий казачьим обществам арендовать земельные участки под сельскохозяйственные нужды без проведения торгов. Эта мера направлена на сохранение традиционного образа жизни казаков. Самое главное, что мы должны возродить наше российское казачество, казачество Всевеликого Войска Донского. Волгоградская область уделяет очень большое внимание, как начиная с формирования наших округов, станиц, хуторских обществ, так и выделение определенных средств для развития казачества в нашей Волгоградской области. Все, кто участвует в охране общественного порядка, служат в России, застрахованы. Все обеспечены форменной одеждой. Мы купили транспорт. Казаки очень хорошо себя показали при проведении чемпионата мира, при праздновании 75-й годовщины победы под Сталинградом. И решением губернатора очень многие из них были награждены памятными медалями, наградами, почерными премиями. Памятные мероприятия прошли сегодня и в Волгоградском казачьем театре. Там встречали казаков Черноморского войска. Делегация приехала из Крыма. А артисты напомнили волгоградцам о славных казачьих традициях, сыграв несколько сцен и спектакля «Тихий дон». Виктория Конышева, Александр Тихонов, Вести, Волгоград.